продолжаем наши занятия по недельному разделу туры шмот коротко напомнить то о чем говорили на предыдущих уроках состояние еврейского народа в египте становится уже нестерпимым воплик возносится к всевышнему в это время мужи пасет овец своего тестя и тро медиане в пустыне и вот как говорится стора тем временем мужи пас овец и тро своего тестя медианского жреца это третье начало третьей главы книги шмот и погнал он овец за пустыню и пришел горе божьей к хуреву объясняли мне на прошлом уроке почему тора рассказывает об этом почему так важно сказать что это первое откровение всевышнего мужа пришло тогда когда он погнал овец за пустыню просто пустыню еще и за пустыню из комментаторы которые говорят что это сказано для того чтобы подчеркнуть что он искал одиночество уединение от толпы людей и именно там он сумел духовно подготовить себя к пророчеству других говорят как раши что-то подчеркивает только то что он хотел удалиться как можно подальше от возможности того что его овцы будут есть с чужих полей так или иначе и явился ему ангел божий в сердце огня и из середины куста терновника и увидел вот терновник объят огнем но терновник не сгорает и муж сказал сверну ка я и посмотрю на это великое чудо а чего же не сгорается терновник и увидел бог что он свернул чтобы посмотреть и возвал ему бог и из середины терновника и сказал муше муше и он сказал вот я и он сказал не подходи сюда сними обувь твоих ног ибо место на котором ты стоишь земля святая сложный и трудный этот отрывок отрывок который рисует для начала пророчества муше и начнем разбирать его потихоньку предложение за предложением так муше пастух идет со своими овцами как сотни тысяч других пастухов и замечает какое-то странное явление и тор об этом подробно рассказывать что он увидел горящий терновник куст терновника горящий но почему-то он горящий не сгорающий хотя бы идея в той сухости которая есть пустыня должен был сгореть просто как порох а он не сгорает и это еще подчеркивает что муше сказал то есть он подумал сверну ка я посмотрю на это великое явление чего не сгорает терновник обычные люди которые заняты своим делом люди работающие они вообще-то замечают всякие явления которые происходят вокруг них тем более пастух который он один с ним целое стадо овец он должен внимательно следить за всеми овцами своего стада чтобы а он-то один чтобы ни одна из них не убежала не пропала не забылась не затерялась он достаточно сосредоточен на том что он должен делать по своей работе следить за овцами многие даже не заметят но даже те которые заметят ну заметит странное явление что-то там горит ну горит горит не стране странно все-таки горит но не сгорает ну да действительно интересно большая часть людей отметил что это странно любопытно пройдет дальше мало ли мало ли каждый из нас идя по своим делам замечает странных каких-то явлений и проходит мимо потому что времени нету и интересно может быть странно любопытно но дела вот мы шея здесь он проявляет совершенно другое качество он остановился решил пойти посмотреть что-то странное надо пойти посмотреть и об этом о важности этого качества не случайно тора подчеркивает и об этом писал хазуныш в самом начале этого очень очень известный первый самый первый абзац из его маленькой книги ему нау битахон если человек наслаждается покоем не испытывает жажды вызываемой страстями но это безусловно у него там в пустыне было когда никого вокруг нет и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли он взволнован и ошеломлён ибо мир протирающийся перед ним подобен неразрешимые загадки таинственные и чудес чего нельзя человеке который так он описывает человека веры человеку которого есть качество предрасположенное и делающие его способным для обретения веры это прежде всего человек который находясь вот в такой ситуации способен заметить и небо над собой и звезды которые его все его его глаз очарован видением небесных высот и глубин земли и он просто проходит мимо он взволнован и ошеломлён ибо мир простирающийся перед ним подобен неразрешимой загадки таинственной и чудесной это не просто любопытство это не просто любознательность умение видеть мир как загадку умение остановиться в тот момент когда сталкиваешься с чем-то непонятным остановиться и задать себе вопрос а как это а почему это однако многие люди так это которые даже способны остановиться и способны заметить эту загадку посмотрев на нее и уяснив себе что они не могут тебе объяснить и нет у них объяснение этому странному явлению как но то действительно странно и пойдут дальше продолжает ходунович нет человек веры эта загадка овладевает сердцем человека и его разум и он как бы лишается чувств источается в нем дух жизни все его помыслы и размышления направлены к одному к этой загадке и душа его разгадки жаждет и готов он ради этого пойти в огонь и год то есть после того как загадка это одевает человеком он не в состоянии оставить ее в стороне и пойти дальше по своим делам он остановится и он будет разбираться пока не найдет хоть какое-нибудь объяснение тому что мы видим того что его заинтересовал это качество понимает здесь оно не случайно тора показывает человек через которого к нам пришла тора это был человек который не способен пройти мимо странного явления не способен пройти мимо того что захватывает разум человека мимо загадки и делается для того чтобы понять для того чтобы уяснить сверну-ка я и посмотрю на это великое явление а чего не сгорает терновя кстати сверна очевидно то есть по его слова было понятно он ищет причину причину реальную почему это как это может быть от чего что там такое ноentially даже не представляет себе что это какое-то высшее явление небесного происхождения breakup и если там за… Потому что это чудо свыше, он так не понял». И вот здесь вот я позволю себе засчитать довольно пространный комментарий Робейну Бахи, который говорит о вот этом постепенном, постепенном вхождении в Муше пророчества, когда первый шаг… Что такое пророчество? Не раз говорил, что пророчество – это не способность предвидеть будущее, предсказывать, это совсем другое, пророчество – это не функция общественного обличителя, о которой писали поэты, пророк – это человек, который находится в контакте с Богом, в очень близком контакте. Другое дело, что, как побочное явление этого пророчества, он может знать и будущее, если ему покажут, а может и не знать, если ему не покажут, и очень часто Всевышний посылал пророков для того, чтобы обличать царей, властителей и т.д. Но не потому, что это суть самого пророчества, а потому, что если уж кого-нибудь Всевышний посылал для того, чтобы бросить гневное обвинение в лицо царю, то самыми подходящими для этого были и пророки, но не потому, что это суть самого пророчества. А пророчество – это контакт с Богом. Понятно, что контакт с Богом – это вещь, для которой человек просто так вот, человек из среды, он не готов к человеку. Очевидно. И вот поэтому самый первый контакт Всевышнего с человеком, и ведь контакт этот идёт не снизу вверх, не от человека к Богу, а контакт этот идёт сверху вниз, от Бога к человеку. Поэтому Всевышний на первых стадиях представляет ему этот контакт и сопровождающий его явление как нечто, в общем-то, обычное. Не обычное, я неправильно сказал обычное. Но, по крайней мере, как часть этой привычной материальной картины мира, только немножко необычной. Как здесь. Куст горит. Ну, не бывает, конечно, когда такая жара, и кто-нибудь бросил спичку, то, конечно, уж тем более в пустыне сгорится, и трава сгорится, и кустики сгорятся, и всё что-нибудь. Даже не спичку можно бросить, а просто стёклышком навести, луч тоже может быть возгорать. Всё это возможно. Так? Ну, немножко странно. Горит, но не сгорает. И это пробуждает его любопытство пойти посмотреть, почему же это. Продолжай. Так зачитываю комментарий Робейну Бахи. Этот раздел о том, вот этот вот отрывок, раздел точнее отрывок о том, как Муше постигал стадией за стадией три явления. куст, то, что он увидел куст, затем ангела, а затем уже и шхенок, т.е. само присутствие Бога. Это же видно по тексту. Это же видно по тексту. Сначала он видит куст и говорит, сверну-ка я и посмотрю на это великое явление. Отчего не сгорает терновник? А до этого было сказано, и явился ему ангел Божий в середине огня и средины куста терновника. И вот теперь, когда Муше подходит, можно было бы ожидать, что дальше будет написано «и возвал к нему ангел Божий». Нет ничего подобного. И увидел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть, и возвал к нему Бог из среды терновника. Три стадии. Сначала, прежде всего, это куст, затем контакт с ангелом, а затем уже и контакт со Всевышним. Вначале он увидел огонь, пишет Рабейну Бахи, которым пылал куст, но куст не сгорал. И он подумал, что это земной огонь. Огонь, обычный огонь, быстрый процесс окисления. Поэтому решил подойти поближе, и об этом сказано, сверну-ка я и посмотрю на это великое явление, от чего не сгорает терновник. И это значит, что он хотел рассмотреть небывалое явление и понять, отличается ли этот терновник от других кустов, или, может быть, от огня других огней. На первый взгляд, куст терновника и горит. Но почему-то не сгорает. Значит, одно из двух. Либо этот огонь не такой, как все огни, либо этот кустик не такой, как все кустики. Поэтому он и подошел посмотреть. Ведь если бы он подумал, что это небесный огонь, конечно, не стал бы приближаться. Страшно. И когда он рассмотрел огонь, то усилием разума смог увидеть ангела. Понятно, что смотрел он на то, что он смотрел раньше, и видел то, что он видел раньше. Поэтому то, что здесь произошло, это уже результат работы разума. И тогда, и об этом сказано, явился ему ангел Божий в сердце огня из середины куста терновника. То есть, Писание здесь сообщает, что вначале он видел огненное одеяние и явился ему ангел Божий в сердце огня в середине. Т.е. Ангел-то находится в середине огня. Значит, оболочка внешняя, то, что воспринимается сначала – это огонь, а только потом – ангел. И хотя этот стих написан до того, порядок-то там какой, сначала написано «И явился ему ангел Божий в сердце огня из середины куста терновника, и увидел он, вот терновник горит, но терновник не сгорает». Но это не значит, что он сначала увидел ангела, а потом уже пошёл смотреть на куст. Всё не так. Сам этот 1 стих о «Видении ангела» говорит, что ангел ввился ему в среде огня. Значит, сначала он увидел огонь, и об этом следующий посол. Подошёл посмотреть, что это за огонь такой, почему, что-то здесь не то, то ли огонь не тот, то ли кустик не тот. Иначе не может быть, что кустик горит и не сгорает. И вот тогда, когда он подошёл и увидел, что кустик вроде как кустик и огонь, как во – что-то здесь не И вот тогда уже усилием разума он постиг, что речь здесь идёт о совершенно другого рода явлении, явлении совершенно другого порядка, за которым скрывается послание Всевышнего Ангела. А после того, как разум его был укреплён видением Ангела, то есть получается, что каждое такое восприятие, оно не просто само восприятие, но оно поднимает человека ещё на более высокую ступень, а в результате того, что он поднимает на более высокую ступень, он ещё больше в состоянии воспринимать, его способность воспринимать только растёт. Поэтому в тот момент, когда он уже контактировал с Ангелом, то это привело к тому, что разум его укрепился видением Ангела, пишет Рабену Бахи, и тогда он увидел пророческим зрением славу Всевышнего. Вот эти вот слова увидел славу Всевышнего – это идиоматическое выражение, которое означает «пророческий контакт», контакт с Богом. «Как сказано, и увидел Бог, то он свернул, чтобы посмотреть, и возвал к нему Бог из среды терновника». Поскольку это было первое пророческое видение Муши, Всевышний решил вводить его в науку мало-помалу, поднимая со ступени на ступень, пока не окрепнет его разум, чтобы не было никаких сомнений, это не то, что здесь был такой вот единичный Всевышний, здесь в данном случае так решил, поскольку, может, это только начинает, мы постепенно будем в это дело вводить. Нет, это общий, как увидим из других источников, это общий принцип, именно так пророками не становятся, в одночасье пророк постепенно-постепенно поднимается со ступеньки на ступеньку, входя в пророчество, на самом деле иначе и невозможно, потому что сам факт пророчества, т.е. контакта с Богом – это такой невероятный сок для человека, которого никакая психика не в состоянии выдержать. Т.е. если… но это всё равно, что взять и попытаться тоненькой пластмассовой ложечкой попытаться размешать воду в очень-очень… размешать сахар в невероятно горячей воде, что случится с этой ложечкой, но она вся искривится, она вся начнёт плавиться, не в состоянии. Человеческая личность, не подготовленная к такому контакту, просто расплавится. Поэтому идёт здесь введение в науку постепенно. На что это похоже? После того, как я объяснил со своими словами, теперь посмотрим, как это объясняет Абейн Бахе. Он даёт другой пример – на то, как человек долгое время сидит в тёмном доме. Человек, который сидит в тёмном доме, у него зрачки привыкают к этой темноте, и он вполне ориентируется в этой темноте, он может многие вещи видеть и вполне можно просуществовать. Но вот он вдруг выходит на яркий свет. Если вдруг выйдет на яркий свет, то глаза его вслепнут от солнца. Не будучи готовым к восприятию такого яркого, сильного света, человек просто потеряет с ним контакт. Он в лучшем случае зажмурит глаза и не сможет увидеть, а в худшем случае может и повредить себе зрение. Поэтому, а как же человеку, который пробыл так долго времени в темноте, как же ему выйти наружу? Поэтому он должен мало-помалу привыкать к свету, пока глаза его не окрепнут. И всё, что сказано о солнечном свете, дает Рабина Бахи себе вопрос. Хорошо. Это всё замечательно, когда речь идёт про солнечный свет. Мы же не говорим здесь о зрении, это не то, что Муше находился в тёмной пустыне в звёздной ночи и вдруг увидел, должен был увидеть сильный свет. Речь идёт не о физическом зрении, речь идёт здесь о пророческом контакте, который вообще не относится к сфере физических органов чувств. Поэтому насколько правомощно проводить аналогии? На это Рабин Бахи отвечает, и это тоже общее правило. Отвечает он так. «Всё, что сказано о солнечном свете, справедливо и в отношении умопостигаемого света. Ибо умопостигаемые вещи подобны вещам материальным. А то, что случается с разумом, схоже с происходящим в материи, так как силы души связаны с телесными силами». То есть мир материальный и мир духовный, они не существуют в разных галактиках. Они соприкасаются и взаимодействуют. Более того, как сказал царь Давид, «Ми бессари я Хезе и Илока, из плоти своей узрю я Бога», что означает, что весь материальный мир представляет собой как бы пример, как бы притчу, «машаль», как говорят многие авторы, пример, на основе которого можно постигать мир духовный. Это поясню чуть лучше. Когда мы пользуемся примерами и притчами, если я как преподаватель должен кому-то объяснить что-то, человеку, который хорошо подготовлен с точки зрения учёбы, он на хорошем уровне, я могу с ним говорить напрямую, конкретно разъясняя ему сложные вещи, в том числе достаточно абстрактные понятия, умозаключения и так далее. И нет, у меня не возникает проблемы с тем, чтобы объяснить такому человеку. Но если человек далёк от меня, если он находится на начальных стадиях обучения, то когда я высказываю ему какое-то заключение, когда я говорю ему какие-то абстрактные вещи, то он не понимает. Получается разрыв контакта между нами, контакт между нами разрывается. Я его говорю, а по глазам моего я вижу, что он не воспринимает. Глаза пустые, они довольно быстро выдают человека, который потерял нить, который не понимает то, что я ему говорю. Как только я увидел эти пустые глаза, я остановлю, стоп, приведём пример. И я начинаю искать какой-нибудь пример, притчу. Какова техника притчи, какова техника примера? Почему наши мудрецы так часто в Талмуде пользуются притчами? Как только доходит до какой-то тяжёлой идеи, тут же следует машаль, лима, давар, доне, тут же приводят какую-нибудь притчу. Потому что притча в состоянии объяснить нам на понятиях нашего мира, близких к нам, те, которые даже наши мозги куриные в состоянии воспринимать, объясняет какую-то ситуацию. И если мы поняли эту ситуацию, то от неё мы делаем от машаль к немшаль, от примера к тому, на что этот пример указывает, и тогда по аналогии начинаем понимать, о чём же там речь, в чём же суть той самой абстрактной идеи, которая была выражена. Так вот, весь этот материальный мир, его всё содержание, он машаль, он только пример. Он пример только реальной действительности. То есть реальная действительность, она и действительность духовная. Но весь этот материальный мир построен таким образом. Он как перчатка на руку. Он повторяет, не очертания, а повторяет свойства духовного мира. И поэтому, изучая явление материального мира, мы в состоянии делать вывод о явлениях духовного мира, который сам по себе не поддаётся нашему изучению. Духовный мир, его невозможно ни анализировать, ни раскладывать по полочкам. Он не поддаётся прямому изучению. Поэтому всё, каким образом мы можем его изучать, это только через аналогии, через мешалим, через примеры из мира материального. Поэтому, говорит Рабей Нубах, и не удивляйтесь, что я даюсь, когда я говорю о таком колоссальном духовном явлении, как пророчество. Я пользуюсь примерами, взятыми из материального мира. Ничего в этом странного нет. Ибо материальный мир, он на то и существует, в этом-то его содержание. Он повторяет в своих ограниченных материальных рамках, повторяет мир духовный. Стало быть, если нам очевидно, что человек, долго сидев в потёмках, не может в одночасье сразу выйти на яркий свет и не потерять с ним контакт, не ослепный, просто не повредить свои органы зрения временно, а то и даже не совсем временно. Точно так же и человек, которому Всевышний хочет дать пророчество, если Всевышний обрушил бы на него пророчество сразу, то такой человек, он просто бы духовно ослеп, превратился бы в невыгодный, в шок был бы такой, что он не в состоянии был бы воспринимать контакта бы не получилось и пророчество бы не вышло. Поэтому изи-изи постепенно, постепенно, шаг за шагом Всевышний вводит его в пророчество. Получается, что в постижении Всевышнего человек должен приучать свой разум постепенно, в его познанию, и его познанию следует расти и расширяться, подобно утренней залии. Свет, который вначале едва пробивается, когда человек смотрит на рассвет, и сразу вдруг среди, в наших широтах, по крайней мере, не бывает такого, что вдруг среди чёрной тёмной ночи, вдруг выскочит Солнце и моментально всё озарится ярким-ярким светом. Ну, Луне так бывает. Но на Земле, по крайней мере, в наших широтах это не так. Сначала чуть-чуть сереет Восток, потом он розовеет, потом он аллеет, и только потом постепенно, постепенно, постепенно появится свет, и тогда солнечный диск. Так же и постижение. Вот такое именно, о таком постепенном входе человека в пророчество пишет очень подробно Рамхаль в Дер-Хашем, утверждая, что это общий принцип, это не здесь только частный случай, а это общий принцип. Более того, уточняя в книге Шофтим, что в своё время, когда пророчество было достаточно распространённым явлением в народе Израиля, существовали даже школы пророков, школы, в которых люди учились на пророков постепенно, и как в любой школе, человек постепенно из года в год переходит от одного уровня к другому, чтобы не сказать из одного класса в другой, там, очевидно, не были классы, но школы были, и постепенно, постепенно приучая себя к этому явлению. Чтобы не было только никакого сомнения, это не означало, что если человек закончил школу пророков с дипломом среднего пророческого образования, это не означало, что он становился способным воспринять пророчество, а снизойдёт к нему пророчество, свыше или нет, это решение было только всевышним. И поэтому человек мог приготовить себя полностью к пророчеству и так и не получить ни одного пророчества, и так и не войти в контакт. Пишетам Рамхаль в Дарахашем следующим образом. Однако может быть и так, что человек, получивший откровение, не осознает этого, а будет принимать это за обычное явление. Почти именно так же, как произошло с Муше. Он на самом деле уже началось откровение, на самом деле уже началось пророчество, а он воспринимает это, как кустик горит, непонятно, почему не сгорает, до каких пор, пока не усилится пророческое влияние, нисходящее к нему, и тогда он поймёт, что это на самом деле. Так было и со Шмуэлем, которому Всевышний обратился в первый раз голосом, похожим на обычный человеческий голос. И только потом он достиг настоящих пророческих видений. Что он имеет здесь в виду Рамхаль? В книге Шмуэля там рисуется, каким образом Шмуэль становится пророком. И самый первый этот контакт происходит, когда он укладывается спать, и вдруг он слышит, когда к нему Всевышний воззвал к нему, сказано там, что Шмуэль лежал в храме Ашема, где находился ковчег Божий, и воззвал Ашем к Шмуэлю, и тот сказал, вот я, и побежал он к Ильи своему учителю, он уже был совершенно уверен, он слышал человеческий голос, чей-то голос, голос похожий на голос его учителя, он побежал к учителю, к Ильи, и сказал, вот я, ты меня звал? Он сказал, нет, я не звал, ступай, ложись. Потом это повторилось второй раз, он снова Шмуэль услышал, что его зовут, снова прибежал к Ильи, и сказал, в чём дело, вы меня звали? Нет, не звал. Когда это повторилось на третий раз, вот здесь Ильи сказал, стоп, 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 это не просто так, если ты слышишь голоса это не случайно, это значит Всевышний к тебе взывает. Когда он к тебе в следующий раз, когда ты услышишь этот голос, то ты ответь, я слушаю, я ответь уже Всевышнему к этому. Аналогично говорят наши мудрецы в Мидраше и по поводу вот откровения здесь. Не только в том, что уже увидел сначала несгорающий куст, но и обращают внимание мудрецы на то, что Всевышний сказал, я бог твоего отца, бог Авраама, бог Ицхака и бог Якова. Не раз Всевышний обращается к людям, не раз Тора рисует, как Всевышний обращается к людям. Такого обращения, я бог твоего отца, нет больше нигде. Я бог Авраама, Ицхака и Яков, я бог ваших отцов, Авраама, Ицхака и Яков. Но я бог твоего отца, так он больше нигде нет. Почему вдруг Муше, Всевышний, обращается в такой форме «Я Бог твоего Отца». Говорят мудрецы в Медраши так. Ашем обратился к нему голосом его Отца. То есть, тот голос, как там написано. «И выдел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть, и возвал к нему Бог из среды терновника, и сказал Муше, Муше». Каким голосом были сказаны эти два слова «Муше, Муше». Говорят, наши мудрецы в Медраши, голосом, идентичным голосу Отца Муше. Он узнал голос своего Отца. И тогда он, естественно, ответил, что «Что тебе, Отец?». А что Всевышний ответил ему «Я не твой Отец, я Бог твоего Отца». Почему именно так? Потому что обрушить на него сразу пророчество во всей мощи. Так, чтобы голос этот был совершенно ему незнакомым. Чтобы голос этот был каким-то страшным. Голос, который как-то мог бы намекнуть и навести человека на мысль, что с ним говорит сам Творец мира. Понятно, что это был шок, которого бы вынести было невозможно. Поэтому начинается всё, опять же, не только то, что всё началось с куста. Ну и когда уже Всевышний входит с ним в контакт, первый контакт слуховой тоже сначала голосом Отца. И когда Мушей отвечает «Что тебе, Отец?», Ашем отвечает ему «Я не твой Отец, я Бог твой Отец». Вернёмся на секунду, не на секунду, мы вернёмся более серьёзно к вопросу о самом видении. Терновник, куст терновника, который сгорит и не сгорает. Ну вопрос, а почему куст терновника и почему Горицкий сгорает? Вообще, на первый взгляд, кажется, что это вопрос несерьёзный. Потому что если бы... А почему терновник? А если бы это был не терновник, а если это был бы кедр? Мы говорим точно так. А почему кедр? А если бы это был не кедр, а если это было, не знаю. Была мы вас лицом. Вы спросили, а почему... Вроде бы, на первый взгляд, вопрос... Но это не совсем так. Потому что такой куст терновника, это маленький, невзрачный, колючий куст. Инстинктивно, когда человек думает о откровении Всевышнего, то он ждёт, что это откровение будет связано с какими-нибудь впечатляющими, великими явлениями, что-нибудь сильное, мощное. Как-то говорят мудрецы Медраши, не более ли пристало ему говорить с горных вершин возвышенности и вселенной ливанских кедров? С горных вершин ещё как-то. А из маленького кустика. Кажется, не пристал для такого величайшего события, как контакт Бога с человеком. И не просто же здесь контакт с Богом с человеком, контакт, который в результате которого Муше посылается в Египет для того, чтобы вывести евреев из Египта, привезти к Горисе на это получение. Мудрец – это самое важное явление вообще во всём творении, во всей человеческой истории во всём творении, центральное, центральное явление. Казалось бы, ему подобало что-то более величественное, чем невзрачный маленький кустик червона – терновника. Это первое. Второе – то, что он горит и не сгорает. А это почему? Две возможности. Либо это просто была приманка для Муше, для того, чтобы он обратил внимание, пообъясняли до сих пор, на что-то непонятное, на что-то необычное, и свернул бы посмотреть. Либо, либо нет, либо в этом всё-таки есть какая-то символика. Вот какие вопросы задают себе комментаторы. В общем-то, большинство склоняется к тому, они ищут эту символику. И понятно почему. В пророчестве Всевышний контактирует с человеком. А контакт… Снова мы прибегаем здесь к параллели из нашего материального мира. Когда мы контактируем друг с другом, как выясняется, мы достаточно мало контактируем при помощи слов. Некоторые исследователи говорят, что информация, которую мы передаем друг другу, только на 20% она вербальная, т.е. передаваемая словами. Вся остальная информация, она невербальная, т.е. когда мы говорим с другим человеком, мы передаем ему информацию и визуальную, т.е. и то, как мы выглядим, и то, что у нас на лице написано, и то, каким образом глаза наши светятся или не светятся, и то, какие жесты мы делаем. И язык наших телодвижений в это время, и тембр голоса, и быстрота речи, и много-много-много-много других вещей. Когда Всевышний говорит с пророком, то же самое, не только слова говорятся. Пророческие вообще, пророчества, обычно говорят авторы о пророческих видениях, стало быть, если слова, которые Всевышний обращает к пророку, сопровождаются видениями, то, значит, он говорит и видениями тоже. Поэтому пророку не меньше, чем приходилось пророку потеть над тем, чтобы понять слова, которые ему сказаны, не менее этого он должен был стараться, чтобы понять смысл и символику, даже более глубокие вещи, чем просто символику тех самых видений. Быть может, даже то, что я сказал раньше, не совсем верно, что Всевышний сопровождал пророческие слова видениями, может быть, наоборот. Может быть, основа пророчества – это видение, и оно может быть сопровождаемо еще и словами. Не исключено, что так на самом деле. Вернее сказать. Поэтому комментаторы и задают себе вопрос. Коли Тора нам не раскрыла смысл этого видения, несгорающего куста, то не можем ли мы сами попытаться разгадать, в чем же символика несгорающего куста? Мудрецы в Медрашах дают несколько ответов. А Медраш Раба в Медраш Мод говорит так. Почему Всевышний показал Муше такую вещь, вот этот вот терновник? Потому что Муше сказал себе, быть может, египтяне уничтожат евреев. То есть та мысль, которая беспокоила его, он-то в пустыне, он убежал, он хорошо видел, что происходит с еврейским народом там, в Египте. И стал бояться, быть может быть, его народ просто исчезнет под гнётом египтян. И поэтому Всевышний показал ему пылающий огонь, который не сжигает. И сказал ему, опять же сказал ему не словами, а сказал ему тем самым видением. Как этот терновник горит в огне, но не сгорает, так и египтяне не в силах уничтожить Израиль. Значит, огонь здесь в этом видении – символ египтян, их гнёта, их жестокости, их порабощения и угнетения евреев. А не сгорающий терновник – это как раз символ Израиля. Это первый митраж. Второй митраж – Виял Кудшимон. Он уже идёт уже на другим путём. На самом деле первый митраж, хотя в основном он объясняет символику огня. Он не объясняет символику терновника. А почему еврейский народ уподоблен здесь терновник? А почему никакой-нибудь другой кустик, никакой-нибудь другой растений, которое тоже может гореть и не сгорать? На это нет ответа. А у второй митраж как раз начинает с терновника, а не с огня. Каковы свойства тернового куста? Спрашивает митраж Виял Кудшимон. Если человек засунет в него руку, то не поранится, что не случится. Почему? Да потому что шипы направлены внутрь, так как колючки направлены внутрь. Но едва попробуют вытащить руку, как десятки и сотни шипов колючек вобьются ину в руку. И тогда он не сможет её вынуть. Так и Египет. Вначале они приняли... Так и египтяне. Вначале они приняли евреев с распростёртыми объятиями. Как сказано, земляк, и что сказал фараон? Иосифу, земля Египта перед тобою, перед вами. Можете в любом месте, где ты ходишь, поселить своего отца. Всё, вот, полный. Но когда евреи попросились выйти, в этот момент они получили от фараона. Тут же отказ. Ни в коем случае. Входить, всех пускать, никого не выпускать. Точно как терновник. Руку засунуть туда можешь, обратно. Обратно уже нет. И это то, что говорили наши мудрецы. Что египетская граница была совершенно на замке. Никогда ни раб, ни рабыня, никогда им за всю историю Египта, до того, до исхода из Египта, не удавалось им бежать из Египта. Потому что так была построена вся система, чтобы ни один раб не смог, не сумел убежать. Стало быть, терновник здесь. Это аллегория египетской жестокости, египетского коварства. Когда с одной стороны приглашают, начинают с протертыми объятиями, а потом уже порабощают и не дают уйти. Вот эти качества египтян, они и воплощаются здесь, в терновнике. Если в первом медраше терновник олицетворял еврейский народ, то здесь, в Ялку-Чимоне, терновник олицетворяет, наоборот, египтян. Можно сказать, вообще-то, на себе вот Симан-Губани, деяния отцов, знак их сыновьям, с еврейским народом в дальнейшем это случалось не раз. Во многих странах их сначала принимали с простертыми объятиями, а потом, а гайки националь уже закручивали. Только потом. Идём к следующему медрашу. Это уже Михаил Задрабишимон, Рабе Эль Азарбен Арах, говорит. Почему Всевышний, открывшись с небес, говорил с муше из тернового куста? Не более ли пристало ему говорить с горных вершин, с возвышенности вселенной, с ливанских кедров? Ливанский кедр на языке наших нынецов – это символ очень высокого дерева. Понятно, что в мире есть деревья повыше, но для жителей наших широт это самое высокое, что есть. То есть человек инстинктивно ждёт от такого важного явления по сути своей, по содержанию, как откровение Всевышнего, он ждёт, что и форма будет возвышенная и величественная. Это заложено у человека, это инстинктивное ощущение, что форма должна соответствовать содержанию. Поэтому мудрецы и спрашивают. Об этом вопрос Рабе Эль Азарбен Арах. Почему терновник настолько невзрачный, казалось бы, из всех-всех-всех растений? Во-первых, лучше где-нибудь в горах. Но даже если растения, в крайнем случае, если растения есть хотя бы какой-нибудь ливанский кедр. Почему маленький кустик, ещё и колючий? Как же понимать? Ну вот как нужно ответить на этот вопрос. Всевышний умолил сам себя и говорил из терновника. Ведь среди деревьев мира ты не найдёшь более ничтожного, чем терновник. Как сказано ему, высок Господь, а узрит низкого. То есть говорят наши мудрецы. Так это много рассказывают. То есть наш common sense, наш здравый смысл, это очень часто прямая противоположность того. Если человек инстинктивно ощущает, что форма обязательно должна соответствовать содержанию, и великому событию должна соответствовать возвышенная великая форма, оказывается, Всевышний выбирает по-другому. Как раз наоборот. Он для своего откровения выбирает невзрачную форму. Невеличественную, скромную, невидную. Ни что-то такое великолепное, ни что-то такое пышное, роскошное. Нет. Очень скромное. Невзрачное. В дальнейшем это повторяется. Тору мы, правда, получили на горе. Так? Не около кустика. На горе Синай. Почему именно гора Синай? Ну, тоже вопрос. Почему Всевышний выбрал гору Синай? Почему? А почему бы не где-нибудь на Памире, или где-нибудь на Альпах, или где-нибудь ещё что-нибудь в каких-нибудь возвышенных, заснеженных вершинах Килибанджаро? Именно поэтому Всевышний выбирал горку самую невзрачную, самую неважную. Так что сегодня никто не может понять, где эта горка находится. Нет на Синае какой-нибудь такой горы, на которую можно было бы смотреть, сказать, о, вот точно здесь наверняка Всевышний дал то. Не считая, конечно, христиан, которые устроили монастырь на определённой горке, ну, просто, ну, а все горки на Синае приблизительно одинаковые, чуть более, чуть выше. Маленькая невзрачная горка. Почему Всевышний выбрал её? Именно потому, что она такая. Это та форма, которую Всевышний предпочитает. Ну, ещё один медраж скажем. Это снова медраж раба в Шимот, но только чуть выше того места, которое мы зачитали вначале. В Шираширим сказано «Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, совершенная моя». Тяжело переводить этот пасук. Известно, что Шираширим, книга Шираширим – это книга-песнь, песня любви. Любовь, она любовь на всех уровнях. И, среди прочего, безусловно, на самом высоком уровне речь идёт о любви между творцом, между воздействующим началом и творением, воспринимающим началом. Всевышний Творец стучится к нам в дверь. «Отвори мне». И как он нас называет, своё творение? «Сестра моя, подруга моя, голубка моя». А дальше идёт слово «тамати». «Тамати» переводит большинство переводчиков. И это пшата-пашут от слова «там», то есть цельный, совершенный. Среди всех прочих эпитетов, которые он награждает, свою возлюбленную, еврейский народ, сестра моя, подруга моя, голубка моя, совершенная моя. Мудрецы говорят, следует читать это, не «тамати». А как «тамати», то есть как «тамим», то есть как близнецы. Что значит, что Всевышний называет нас как бы близнецами, как это понимать? Объясни. Как у близнецов? У одного из них болит голова, другое чувство цвета. Настоящие, однецовые близнецы, которые, в общем-то, у них одно начало, у них одна суть. Поэтому один чувствует боль другого. В этом-то и проявление вот той самой близости. Так и Всевышний сказал. «Я с ним в беде». То есть, когда еврейский народ находится в беде, то и Всевышний как бы показывает, что и он как бы находится в беде. Сказал Всевышний Муше, «Чуешь ли ты, что я и я изнываю от горя, как изнывают от горя сыны Израиля? Если не чувствуешь, посмотри, откуда я открылся тебе. Из тернопника. Из маленького невзрачного колючего куста. Это означает, что я как бы разделяю их невзгоды. Именно поэтому Всевышний открывается ему вне со сверкающих, покрытых снегом вершин гор, не с небес, не с маленького колючего невзрачного куста, для того, чтобы подчеркнуть, что в тот момент, как еврейский народ находится в беде, тогда и Всевышний есть как бы сочувствие и сопереживание. И поэтому Всевышний являет себя вот в таком окружении. Интересный теперь следующий вопрос. Раши. Как Раши прокомментирует этот стих? Мы знаем, что Раши очень часто, комментируя стихи, обращается к медрашам. Медрашам, в особенности в тех случаях, когда Пшат, объяснение на уровне Пшат, не удовлетворяет полностью, и после Пшата остаются сложности в стихе, которые Пшат не сумел удалить полностью. Тогда Раши обращается к медрашам. Это вещь известная. Но медрашей много. Кстати, я привёл здесь только четыре медраша. Это не значит, что есть только четыре, есть больше. Есть пределы и границы возможностям преподавателям и слушателей тоже. Какой из этих медрашей выберет Раши? Откроем Раши и почитаем. То, что сказано в Торе, и явился ему ангел Божий. Сердце огня и середины куста терновника, комментирует Раши, и середины куста терновника, а не другого дерева. Как сказано, с ним я в беде. Раши выбирает именно последний бедра. Почему? А что другие плохие? Пытаемся мы здесь проникнуть в кухню, в лабораторию Раши. На основе чего он выбирает один медраж, а не другой? И это вопрос, который можно задавать по поводу очень многих комментариев Раши, в которых явно он выбирает. Не приводит он все имеющиеся медраши, конечно, а приводит только один. Иногда он говорит, что это объяснение, которое близко к тексту. Ну, а в медраже есть еще это. Иди, читай медраж. Один критерий мы понимаем. Близость к тексту. Здесь вряд ли можно сказать, что с точки зрения текста этот последний медраж ближе к нему, чем все остальные. В конкретном вот этом месте, в конкретном пасуке нет ничего, чтобы указывало бы на близость к нему именно последнего медража. Да, но в контексте это совершенно иначе. Ведь Тора всего лишь несколькими стихами назад рассказала о бедственном положении еврейского народа в Египте. О том, как Мушей, увидев это бедственное положение и проявив сочувствие и сострадание, сделал там то, что он сделал. Устроил демонстративное убийство египетского надсмотрщика. Бежал. Сейчас он приходит, сейчас он находится уже после этого побега. Уитро. И пришло время, когда Всевышний услышал вопль еврейского народа, который вызывает к нему от работы после того, как умер фараон. И Всевышний отправляет Муше вот этот контекст, в котором и происходит тот самый контакт и то самое видение, которое Всевышний показывает Муше. Поэтому Раша выбирает именно этот медраж, последний, в котором объясняется явление Всевышнего через кустик Терновника тем, что Всевышний хочет показать, что как бы он находится в беде, когда еврейский народ в беде подобно двум близнецам. Потому что именно этот медраж связывает самовведение с широким контекстом, с состоянием еврейского народа, невыносимым уже. И с тем, что пришло время его избавлять. И это то, что Всевышний сразу говорит Муше. «И сказал, не подходи сюда, сними обувь твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. И сказал, я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. И закрыл Муше лицо, так как боялся взглянуть на Бога. И сказал Бог, я увидел страдания моего народа в Египте. И услышал вопль из-за его притеснителей, так что я знаю их страдания. И теперь я предсошел спасти их от рук египтян, и вывести их из той страны в страну хорошую и просторную, в землю, текущую молоком и медом, в землю Кенонеев, Хитеев и Муреев, Перезеев и Егусеев. А теперь вопль сынов Израиля дошел до меня. И увидел я так же гнет, которыми египтяне угнетают их. А сейчас иди, я посылаю тебя к фараону, и выведи мой народ, сынов Израиля, из Египта. Так заканчивается это откровение конкретным указанием и Муреев отправляться в Египет для того, чтобы вывести евреев оттуда. Ну, очевидно, ждем, какая будет реакция. Какова реакция Муреев на этот приказ? И сказал Муреев Богу, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта? Сначала он закрыл лицо, так как боялся выявить на Бога. А потом, когда уже он получает конкретный указ, кто я такой? Вполне естественное явление. Человека, который вдруг оказался как бы лицом к лицу со Всевышним. То, что его поражает в этот момент, несмотря на все, о том, о чем мы говорили раньше, несмотря на всю подготовку. Несмотря на все то, что идет в стадии, за стадией степ бэй степ при всем. Притом, конечно, это шок. Конечно, это шок невероятный, шок, который приводит к осознанию своей ничтожности. И кто я такой? Раш, кто я такой? Что во мне значительного, чтобы я смог говорить с царями? То есть, ты посылаешь меня сейчас для того, чтобы я... Как можно вывезти евреев из Египта? Ведь граница-то действительно закрыта на замок. Только если самое не высшее начальство даст свое добро, а высшее начальство фараон. Ты хочешь, чтобы я отправился сейчас говорить с фараоном? Фараон же это властитель колоссальной, колоссальной мировой державы. Придет к нему сейчас пастух и скажет «Здрасте, я пастух из Медьяна». Что у меня такого, чтобы он вообще будет говорить со мной? Что у меня значительного, чтобы я смог говорить с царями? А дальше сказано в пастухе «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта?» Не очень понятно, каким образом соединяются эти две части фразы. «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля?» Что это одна задача. И он говорит, что я «кто я такой, чтобы выполнить эту задачу, которая стоит в том, чтобы пойти к фараону и вывести евреев из Египта?» Нет, говорит Раша. Это разные вещи. Он задал здесь два разных вопроса. Первый вопрос. Кто я такой, чтобы отправиться к фраону, чтобы фраон вообще захотел бы со мной говорить и общаться, что вам не такого значительного. То есть сил в себе, в своей личности, достаточных для этого, в уши не находит. А второе, и даже если я сам достоин, чем заслужили сыны Израиля, чтобы с ними совершилось такое чудо, и я вывел их из Египта. Это второе чудо непонятно. Мы знаем, что осознание здесь не только собственной ничтожности, но и еврейского народа. И не просто, ведь в предыдущей главе было сказано, что после того, как Датан и Авиран, которых Муше хотел разнять, чтобы они не передрались, после того, как они донесли на Муше, куда следует за то, что он убил насмотрщика, то Муше сделал вывод, что теперь он понимает, чем заслужил еврейский народ такое порабощение в Египте. То, что среди его есть доносчики, стукачи, которые способны на такую низость донести на человека, который пытается хоть как-нибудь, хоть сколько-нибудь облегчить их собственное состояние. Ну, вот этот вопрос возвращается к нему сейчас. Значит, во-первых, я на это не гожусь совершенно. Кто я такой? Второе, даже если бы я был каким-нибудь очень харизматичным лидером, предположим, чем заслужили евреи, тем, кто того, чтобы их вызвали из Египта. А если они того не заслужили, то сколько бы я не был харизматичным лидером, и сколько бы мне не удалось, и сколько бы я не пытался убедить фараона, ничего не выйдет, ничего не получится, поскольку если не заслужили, значит, не выйдет, значит, не уйдут. То есть, уже его аргументы здесь все сводятся к тому, что та миссия, которая у него сейчас Всевышний возлагает, он не может преуспеть ни со стороны своих способностей, ни со стороны состояния еврейского народа. Ответ, который он получает, и он сказал, ведь я буду с тобой, и именно это будет тебе знаком, что я послал тебе, когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. Как понимаем эти слова? Не очень они понятны. Не очень ясно, как они связаны с предыдущим, ведь Всевышний должен здесь ответить в муше на его претензии. И если по Рашии было здесь две претензии. Первое – я ни на что не годен. Второе – евреи того не заслужили. То где здесь ответ на эти вопросы? Снова обратимся к Рашии. И он сказал, ведь я буду с тобой. Всевышний сначала ответил ему на первый вопрос, а потом на второй. Как учили мудрецы, чтобы не было винегрета, если было задано на два вопроса, прежде всего не смешивать их в один, разделить их, а потом ответить сначала на первый, потом на второй. Всевышний сам обучает нас этому правилу риторики. Ты говорил, кто я такой, чтобы пойти фараону? На это ответ. А это не твое дело, а мое. То есть ты пойдешь, я тебе посылаю в Египет, не по твоим делам. Если бы тебе нужно было прийти сейчас к фараону для того, чтобы убедить его сделать скидку на подоходный налог медианским вассалам, то, конечно, у тебя есть проблемы, я с тобой согласен. Не лучший человек для этого, надо было бы послать к кому-то другого, но я тебя не по своим делам посылаю, не по твоим делам, а по своим. А если так, ведь я буду с тобой, поэтому, поскольку я буду с тобой, то нечего жаловаться на отсутствие сил в личности, я бы это обеспечил. И именно это, то есть чудо, что ты видел в терновнике, что это будет тебе знаком, вот этот вот несгораемый в терновнике, оно будет тебе знаком, что я послал тебя, а если я послал тебя, то я уже позабочусь о том, чтобы ты всё сделал, и ты преуспеешь в своей миссии. То есть ты боишься, что ты не преуспеешь, ты боишься, что ты не сможешь выполнить этой миссии, нечего бояться. Во-первых, эта миссия моя, и поскольку она уже моя, ты идёшь в Египет не по своим делам, а по моим делам, то я уже позабочусь о том, чтобы всё было там как следует. И если тебе этого мало, если ты ещё замневаешься, так вот этот вот знак, то знамение, которое ты видишь здесь, тот самый куст терновника, который не сгорит и не сгорает, оно будет тебе знамением о твоём успехе там в Египте. Мне ведь по силам спасти сынов Израиля. Для меня это несложная работа. Творец мира. Ты ведь видел, что даже куст, и тот выполняет мою волю, и огонь не пожирает его, так ты пойдёшь, и ты тот же пойдёшь, чтобы исполнить мою волю, и тебе не будет никакого вреда, и нечего бояться. Ну а что же до второго твоего вопроса? Даже если у меня бы были какие-нибудь способности, то чем заслужили евреи? Что же до второго твоего вопроса? Чем заслужил народ Израиля исход из Египта? А у меня есть веская причина для этого исхода. Какая? Ведь им предстоит принять Тору на этой горе через три месяца после выхода из Египта. То есть на этот самый второй вопрос. На первый вопрос Всевышний ответил просто. Он не стал с ним спорить, не стал убеждать в муше, что на самом деле да, ты можешь, ты на самом деле великий человек, только ты не признаёшься себе в этом вопросе. Всей этой демагогии здесь нет. Согласен, ты действительно, нет у тебя данных для этого. Это верно. Но я буду за тобой стоять. Поскольку я буду за тобой стоять, ты всё скажешь как надо. Это будет сделано. А что касается евреев, ты ищешь у них достоинства, схуёд, ты ищешь у них какие-то заслуги, за которые они могут быть выведены из Египта. Не-не-не, не в этом дело, не в заслугах. Не следует искать, за что их выводить, следует искать для чего. Они выходят для великой миссии. В прошлом их заслуг нет. Согласен. В будущем есть причины. Поскольку я вывожу их не потому, что они их заслужили, а потому что я хочу даровать им толп здесь, прямо на этой горе. И вот на это ты получаешь. Когда выведешь, именно это тебе будет знаком, что я послал тебе. То есть знак несгорающего терновника будет тебе знаком, что я послал тебе, и я обеспечу тебе успех. А что касается евреев, когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. В чём это будет служение? В получении той. Не причина, а предназначение. Цель. Вот о чём здесь говорится. Вот для чего евреи выходят из Египта. Когда они уже будут свободными людьми. И когда они будут идти по пустыне, то придут сюда и получат то. Стоит здесь задать только один вопрос, который мы и закончим. Как пишет Раши, ведь им предстоит принять Тору на этой горе через три месяца. Как это через три месяца? Какие три месяца? Мы все знаем, через пятьдесят дней после исхода из Египта получили Тор. Какие же три месяца? На этом мы просим их закончить. Субтитры делал DimaTorzok